Проект «Голос» вступает в эру управления сообществом, предоставляя пользователям право «Голоса» в разрешении конфликтов и принятия решений. Протокол разрешения «Голос» смоделирован по системе общего права присяжных и использует блокчейн, криптографические алгоритмы, случайные алгоритмы, связанные с категориями и атрибутами, уровень кредитования присяжных и технологию отслеживания дел. ООО создает децентрализованные стандарты и расширяемые публично-независимые от цепочки протоколы. Безопасность блокчейна должна иметь два различных уровня – технологии и управления. Пока команда проекта сосредоточена только на безопасности информационных технологий, таких как антихакерство или проверка кода. Преимущества проекта Первое. Все ключевые данные, такие как контракт и соответствующие доказательства, хешируются в блокчейне для создания постоянной медленной записи. Второе. Личные данные членов жюри хранятся в секрете с помощью криптографических методов, обеспечивающих объективность и защиту от внешнего воздействия. Третье. Алгоритмы динамического распределения ООО уменьшают шансы одни и тех же членов жюри разрешать множество споров, чтобы избежать взводов. Четвертое. Классифицированный случайный алгоритм ООО, разработанный для уменьшения предвзятости, отбирает присяжных с разным опытом для обеспечения справедливости. Пятое. Система кредитного уровня ООО и механизм токенов работают вместе, чтобы оценивать и мотивировать присяжных. Шестое. Обе стороны договора могут устанавливать детали процесса разрешения спорта, с которым они соглашаются без связанных. Седьмое. Как только спор решен, голоса жюри и заявления. Причины этого раскрывают сообщество. Восьмое. Контракты и результаты решения споров шифруются и сохраняются в цепочке ООО для дальнейшего использования. ООО зашифровывает имена присяжных так, что их решение является объективным и свободным от внешнего влияния. Он использует классифицированный случайный алгоритм для выбора группы присяжных, который свободен от предвзятости. Это создает справедливую, оправданную и прозрачную систему. Все присяжные будут голосовать независимо, основываясь на доказательствах, показаниях и содержительном контракте. Цепочка ОООС включает в себя одну регистрационную книгу. Регистр дел используется для хранения соответственных счетов всех дел, таких как содержание контракта, вердикты, причины, восстановления, выбранные присяжным. Это приносит пользу ЭКО-систем, поскольку позволяет присяжным, заседателям или другим заинтересованным сторонам пересматривать прошлые дела и вносить вердикты по любому конкретному вопросу, будь то для направления их решений или контроля способными правом нарушителей. Дорожная карта. Второй квартал 2018 года. Имитирование проекта. Третий квартал 2018 года. Команда и советники. Четвертый квартал 2018 года. Партнерская сеть. Первый квартал 2019 года. Публичная бета-версия и интеграция. Второй квартал 2019 года. Запуск в Майонет. Третий квартал. Расширение для партнеров. Четвертый квартал 2019 года. Новые возможности. Для использования протокола ООС пользователи должны будут заплатить определенную сумму токена ООС в качестве эксклюзионных расходов. Информация об ICO. Тикер ООС. Платформа Эфириум. Софткап 2 миллиона долларов. Хардкап 10 миллионов долларов. Более подробную информацию вы можете посмотреть на официальном сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...